МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырочкиной в этом выпуске. Здравствуй, юность в сапогах. Особенности грядущей призывной кампании обсудили на пресс-конференции в военном комиссариате. Чистота – залог здоровья. Администрация столицы республики проверила, как убирается территория около торговых точек. К параду победы готовы. Воспитанники чебоксарских детских садов учатся чеканить шаг. 26 марта глава Чувашии и члены правительства провели свой рабочий день в Красночитайском районе. Они встретились с главами районного собрания, сельских поселений и жителями. Основными темами встречи стали развитие и стабильность в районе в нынешнем году, несмотря на экономические трудности. Министр финансов Светлана Янилина проинформировал жителей, что в 2015 году из республиканского бюджета Красночитайскому району выделено 196 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство дороги, детского сада и фельдшерско-акушерских пунктов. Глава администрации Красночитайского района отметил, что и прошедший год в целом для района сложился хорошо. Росли товарооборот, показатели по вводу жилья. Михаил Игнатьев вручил ветеранам юбилейные медали к 70-летию Великой Победы, удостоверение ветеран труда Российской Федерации и ветеран труда Чувашской Республики. И отметил, это люди, с которых надо брать пример. Они не только выстояли, но и смогли после войны в короткие сроки восстановить народное хозяйство. Председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин провел заседание правительственной комиссии по контролю за эффективностью управления государственным имуществом республики. В работе заседания приняли участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Чувашия. Первый вопрос – пересмотр кадастровой стоимости объектов недвижимости Чувашской Республики. Ведь именно земельный налог является одной из главных статей пополнения бюджета. Чаще всего кадастровая стоимость земельных участков пересматривалась в Чебоксарах и не всегда в пользу государства. Здесь доля земельных участков по рыночной стоимости составляет менее 1% от общего количества участков кадастровой оценки. Еще меньше в Новочебоксарске, Канаше и Шумерле. Для остальных муниципальных образований республики доля таких земельных участков не превышает 0,02%. Чтобы пресечь занижение кадастровой стоимости земельных участков арендаторами и собственниками, органам местного самоуправления и государственной власти дано поручение принимать активное участие в заседаниях комиссии и судебных процессах. По итогам комиссии органам местного самоуправления рекомендовано принять действенные меры по взысканию задолженности по арендным платежам, обеспечить направление претензий по всем договорам с просроченной задолженностью, а также исковые заявления в судебной инстанции о принудительном взыскании арендных платежей. Сегодня все больше популярность среди населения республики набирают вопросы перехода объектов капитального строительства от кадастровой стоимости к налогообложению. С начала года в комиссию уже поступило более 60 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости земельных участков. Глава администрации города Чебоксар Алексей Ладыков встретился с жителями Ленинского района столицы. Такие встречи с горожанами проходят регулярно в рамках проекта «Открытый город». Алексей Ладыков ответил более чем на 20 вопросов. Касались они развития микрорайонов, переселения из аварийного жилья, строительства парковок, ремонта дорог, детских пособий, проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Проблема безработицы, проблема новых рабочих мест, проблема заработной платы, наверное, это одна из самых главных вопросов, одна из самых главных проблем, которые сегодня интересуют жителей. В этом направлении городом, республикой, главой республики ведется постоянная работа по привлечению инвесторов. И в прошлом году нам удалось открыть несколько предприятий, создаются рабочие места, были созданы и открыты контактный центр «Нетбайнет», контактный центр «ВТБ-24». Которые позволят, которые создадут около двух тысяч рабочих мест. Также было подписано соглашение с японской компанией «Фуджикура», которое также позволит найти работу более тысячи горожанам. Ну а в целом две с половиной тысячи рабочих мест было создано в прошлом году. На большую часть вопросов Алексей Ладоков ответил сразу же, а некоторые потребуют дальнейшей проработки. Многие горожане смогли обратиться и с личными вопросами и просьбами. В завершении встречи сити-менеджер отметил, что и в дальнейшем работа с населением будет открытой и доступной. Такие встречи помогают городским властям оперативно решать большинство проблем. В мае в Государственной Думе Российской Федерации пройдут дни Чувашской республики. Подготовка к событию идет полным ходом. Детали обсудили на заседании Оргкомитета. Готовится большая делегация, куда войдут руководители предприятий, представители малого бизнеса, деятели искусств. На заседании обсудили формат выставочной программы, как будут представлены народные традиции. Возможно, депутаты попробуют и блюда Чувашской традиционной кухни. В деловую часть визита войдут и встречи с руководителями комитетов Госдумы. Мне кажется, в отчетность туда не надо вдаваться. Сделайте что-нибудь интересное. Презентация через интересных людей, возможно. Презентация каких-то событий, которые были там. Ну и вот те же фильмы там о госсовете, фильмы о наших каких-то достижениях. О тех мероприятиях, которые у нас планируется проводить в ближайшее время. Это спортивные есть у нас мероприятия, форум наш есть. Давайте через это презентуем. Проведение дней Чувашской республики в Госдуме запланировано с 12 по 15 мая. Также в рамках мероприятия планируется товарищеский матч по волейболу или футболу между депутатами Государственной думы Российской Федерации и членами залегации Чувашской республики. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. В столице республики начинаются массовые субботники. Одними из первых на уборку своих территорий вышли представители торговых предприятий, работники общепита. Как они выполняют работу по благоустройству, сегодня проверили специалисты администрации Чебоксар. В первую очередь территорию рядом с магазином необходимо очистить от снега и наледи. Идя за покупками, жители не должны испытывать каких-либо неудобств. В ближайшие дни в Чебоксарах установится теплая погода, и перед руководителями предприятий станет задача очистить тротуары от мусора. В администрации города хотят видеть начищенные до блеска наружные витрины и благоустроенные фасады. Работы должны быть завершены в ближайшее время. Чебоксарские власти установили постоянный контроль. Большинство предпринимателей к делу относятся ответственно, отмечают в администрации. Правда, есть и проблемные адреса. У входа в некоторые кафе и магазины до сих пор не убраны сугробы. С отстающими пока ведут лишь разъяснительную работу. Если слова на них не подействуют, то в столичной администрации готовы пойти и на другие меры. Ежедневно наши сотрудники, сотрудники районных администраций, заведующие сектора у нас постоянно под контролем ведут данную тему. И они встречаются с руководителем, мы сами тоже встречаемся, разъяснительную работу ведем и предупреждаем. Но, конечно, особо, кто непослушный, у нас составляется предписание и также, конечно, штрафуем. Дурной пример заразителен. Вслед за сообщениями в СМИ о дебоше, устроенном на борту самолета российской туристкой, в поезде Москва-Чебоксара разодрались пассажиры. Один из очевидцев снял инцидент на видео. Группа пьяных молодых людей шумно вела себя в вагоне, не реагируя на замечания. Тогда один из пассажиров достал травматический пистолет и четыре раза выстрелил в дебошира. Стрелок был жестоко избит. Пьяную компанию и избитого мужчину сняли с поезда во Владимире. Ведется следствие. Здравствуй, юность в сапогах. 1 апреля в российских регионах стартует весенний призыв. Приказ об этом был подписан накануне президентом страны Владимиром Путином. Какие особенности у грядущей призывной кампании? Об этом же рассказал журналистом военный комиссар Александр Макрушин. Подробнее в следующем материале. Нынешней весной республике предстоит отобрать войска более полутора тысяч юношей. Хотя в региональном военкомате отмечают, что план призыва центральный штаб сокращает из года в год. Ставка делается не на количество солдат, а на их качество. Сейчас молодым людям предлагают выбрать пойти в армию на год или же на два, но по контракту. Призывникам по-прежнему будут выдавать электронные карточки. С ней он будет проходить службу срочную. С ней, она же после увольнения остается тоже у него. Он будет состоять на воинском учете. Он будет предназначен. И вот основной документ будет эта электронная карта, где будет его вся база данных. Армия становится другой. Теперь солдаты не дежурят на кухне и не занимаются уборкой. Особый упор делают на военную подготовку. Юноша это привлекает. Количество уклонистов в республике сократилось. Но тем, кто все же не хочет служить, скрываться от работников военкомата становится все сложнее. Беглецы могут проявить себя при покупке билета на автовокзале, в аэропорту и не только. Мы разыскиваем наших призывников впрод до Сахалина. У меня и такие случаи, ведь понимаете, они же везде стоят, хочешь ты не хочешь, но ты все равно пенсионный счет положено открыть. В любой организме, куда бы ты ни пришел, куда отчисление должно делать. Вот мы не по этой линии их, допустим, вот он там появился, открыл, показался, засветился, вот, зарегистрировался, вот, здравствуйте, идите вот сюда, притянем вас. На уклонистов заводят уголовные дела. На них накладывают большие штрафы. На тех, кто не явился, на 30% из них мы сейчас подали документы в прокуратуру, в следственные органы, для того, чтобы возбуждать против них уголовные дела. За прошедший год уже есть у нас осужденные со штрафом по 50 тысяч, по 40 тысяч. Но для тех, кто в воинские части отправляется добровольно, сейчас открываются все дороги. Чувашские призывники служат и в Севастополе, и на Дальнем Востоке. В военкомате намерены договориться и со штабом Балтийского флота. Недавно именно там одному из ракетных катеров было присвоено имя Чувашия. Возможно, что уже в этом году туда отправятся служить и уроженцы республики. Мы сейчас хотим организовать так, чтобы на этом корабле все ребята были еще ваши. Сейчас мы с командиром части выйдем, даже вплоть до того, что, может быть, и съездим туда, посмотрим все это дело. Какие специальности, какие. Конечно, там весь состав-то не будет, потому что есть те специальности, которые у нас не готовят. Накануне старта весеннего призыва военкомате подводят итоги прошлого года и награждают лучшие районы и комиссариаты. Осенний призыв 2014 года для Козловского района был удачным. У нас, как известно, отдел на два района. И несмотря на то, что у нас количество населения немножко меньше, чем в Урмарском, осенью нам удалось даже больше отправить призывников, чем в Урмарском районе. Ну и, соответственно, призывная комиссия работала, я считаю, на довольно-таки высоком уровне. Как таковых уклонистов у нас не было. И мы отправили вооруженные силы Российской Федерации достойных наших парней. Ну и итоги очередного призыва военкомате республики подведут этим летом. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Детские сады столицы вовсю готовятся к параду «Дошколят», который впервые пройдет в Чебоксарах в рамках празднования 70-летия Великой Победы. Как проходит подготовку, узнала и наша съемочная группа. Воспитанники детского сада номер 158 знают строевые команды не понаслышке. В их распорядок дня совсем недавно включили строевую подготовку. Так, ребятишки готовятся к первому в их жизни параду, в котором они примут непосредственное участие. А занимаются с ними самые активные родители. У Рената Минитулина в этот садик ходит сын. Работать с детками интересно. Ребята стараются. Стараются, каждый хочет себя как-то проявить. В садике открылась и швейная мастерская. Родители и воспитатели совместно шьют военную форму. К параду «Дошколят» ребятишки этого садика превратятся в настоящих моряков. Это такое мероприятие грандиозное. Будет участвовать много детских садов. От нашего сада пойдут 20 детей. 18 детей, 2 взрослых. Детям нравится. Они с желанием, с таким азартом, с огоньком учатся маршировать. В параде примут участие около тысячи воспитанников детских садов. Малыши будут представлять несколько родов войск. Это шествие станет частью масштабной программы мероприятий, запланированной в честь годовщины Великой Победы. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин